КАМСКИХ ПОЛЯНАХ Коммунальщикам с трудом удалось починить 14 подъемников, а 9 не работают до сих пор. Кстати, все лифты были запущены в этом году по федеральной программе, но сейчас комполянцы подсчитывают убытки. У 40 из них сгорела бытовая техника. В свою очередь коммунальщики собираются направить в Нижнекамские электросети иск с требованием возместить убытки. По мнению директора управляющей компании, скачок электроэнергии произошел именно по их вине. Нижнекамцы продолжают попадаться на уловки мошенников. Одним из последних случаев произошел в доме строителей 38. Хорошо одетые молодые люди обошли квартиры и пригласили живущих многоэтажки пенсионеров прийти на собрание. Там они рассказали пожилым людям, что в России действует федеральная программа, в рамках которой пенсионерам предлагают по льготной стоимости установить в квартирах специальную систему очистки воды. Чем закончилась эта история, смотрите в итоговом выпуске новостей в 18.30. В Камских полянах сбили человека. ЧП произошло накануне в 18.50 во втором микрорайоне между 11 и 30 домами. 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 сбил женщину с 60-го года рождения. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. С различными травмами пострадавшую доставили в больницу. Уже через несколько минут после случившегося ДТП получило широкий резонанс в социальных сетях. Кое-кто из очевидцев утверждал, что водитель был в полицейской форме, а некоторые узнали в нем местного участкового. В дополнение, интернет-пользователи утверждали, что 12-е двигалось с повышенной скоростью. Так ли это, выяснить нам удалось. Представители ГИБДД Нижнекамска решили оставить этот вопрос без комментариев. Хоккейная баталия аутсайдеров КХЛ закончилась очередным и уже пятым подряд поражением Нижнекамской команды. Нефтехимик в эти выходные принимал дебютанта Конституциональной Хоккейной Лиги команду Сочи. Хозяева открыли счет первыми, однако еще до конца стартового периода в наши ворота влетело сразу три шайбы. Сократить отставание в счете удалось Глебу Клименко, но соперники сумели забить вновь. В третьем периоде шайбу ворота гостей удалось забросить Максиму Березину. Счет стал 3-4 в пользу сочинцев. Однако удача оказалась на стороне западной команды. До конца матча гости забили еще две шайбы. Итог 3-6 и очередное поражение Нефтехимика. За окном продолжается потепление. 3 градуса выше нуля и незначительная вероятность осадков. К утру же синоптики обещают нам погоду в минус 1 градус. Уже через полтора часа в эфир выйдет итоговый выпуск новостей. И вот одна из его тем. Вечером деньги, утром стулья. Говорил, ничего страшного не произойдет. Давайте диван вечером заберем. Деньги прямо сейчас я вам отправлю. Как не попасть на крючок современных Остапов-Бендеров? На этот же час у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова